Бытие 2 глава 9 стих и 17 упоминается дерево познания добра и зла написано что бог сотворил да написано что бог сотворил в девятой главе все деревья от которых можно было под плодов есть дерево познания добра и зла и дерево жизни да и дерево жизни мы давайте поговорим о дереве познания добра и зла что с этим связано и ну скажем в целом вот о том зачем бог посадил эти деревья может можно было бы без них и зачем это дерево познания добра и зла нельзя было просто деревья 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 дерево жизни и все авель был такой анекдот свое время когда на курсе мало двое бойца спрашивает товарищ майор а можно горит пушка вот так вот на бок положительство горит загнуть и чтобы она за угол стреляла он горит можно но по уставу не положено можно было посадить деревья но у нас было бог он во первых справедливый во вторых он бог порядка третий скажут он несправедливый прежде всего он любовь но он справедливый любовь невозможна без справедливости я так считаю мое мнение что 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 не может быть любви без справедливости потому что должен быть какой-то абсолют абсолют который как бы вот но выше его нет что любую справедливость любую любовь можно оспорить бога оспаривать бессмысленно, потому что он создатель всего, он абсолют. И для того, чтобы мы научились тому, что все, что мы делаем, все, к чему мы прикасаемся, все, что мы посеем, будет иметь плод, были посажены, соответственно, и деревья, как прототип всего этого. В том числе, дерево, познание, что такое хорошо, что такое плохо. Так это переводится с иврита, а не познание добра и зла. Но почему Бог сказал, что мы не можем кушать от этого дерева? От всего можем кушать? Потому что там все написано, что нам в пропитании будет, да? А вот этого дерева нельзя кушать. Почему? Потому что, когда мы вкушаем плод чего-то, мы получаем какие-то последствия всего этого. Соответственно, если мы вкушаем от плода познание, что такое хорошо, что такое плохо, мы становимся судьями того, что такое хорошо, что такое плохо. Бог этого не хочет. И это можно очень просто проследить и доказать с помощью последующих глав. Как только кто-то берет на себя полномочия судить, что такое хорошо, что такое плохо, он тут же берет на себя и примеряет форму и полномочия Бога. В этом случае. То есть ты имеешь в виду, что человек не может оценивать, понимать, что хорошо, что плохо? Может, но это будет его оценка. Или он не может оспаривать то, что Бог считает добро? Нет, имеется в виду, что человек это не абсолют. Бог знает, что хорошо и что плохо. Вот мы, например, не согласны с волей Бога. Вот эта фраза, которую ты сказал. Я пытаюсь пояснить. Как только ты считаешь, как только ты считаешь, я поясняю, чтобы ты точно ответил на мои вопросы. А как только ты считаешь, что или судишь, что хорошо и что плохо, ты типа уже все. Ты не можешь этого делать. Ну, это полномочия Бога. И я могу показать сейчас здесь прямо вот в этой главе, недалеко не уходя. Нет, может быть, другими словами объяснить. Но мы иногда вот простыми словами себе объясним. Мы иногда не принимаем того, что Бог нам уготовил. Мы начинаем роптать. Вот Бог зачем, за что нам это, почему нам это, как нам это. Но Бог говорит только я. Должен смиренно это принять. Не в этом плане. Я говорю, давайте основываться сейчас на Писании исключительно. Писание говорит, а только я имею намерение о вас, во благо, а не во зло. То есть, если Бог что-то решил, что это хорошо, даже если мы считаем, что это плохо, это хорошо. Потому что Бог так решил. Это позиция верующего человека. Потому что, когда мы приходим к Богу и ищем его, то ищущим его он воздает. Так написано. Но мы же должны отличать зло от добра и как-то... Не на уровне своих суждений. Дальше Ева, если мы будем... Невозможно сейчас про этот конкретный стик говорить, ничего не касаясь. Ева сказала, что... Бог же сказал не кушать. Смертью умрете. Змей посадил зерно сомнения. А Ева сказала, что это дерево хорошо. Для еды и на вид тоже неплохо. А дальше, как бы, произошло то, что произошло. Потому что не Бог сказал, это не есть. Она не может судить, хорошо это или плохо. Если Бог сказал, это не есть. Надо доверять. Да, надо доверять и послушаться. Вот, собственно говоря, в этом и заключается. Потому что человек может мыслить на уровне того, что он видит, на уровне того, что он ощущает. У него нет глобального взгляда на жизнь. И дальше что происходит? Если человек берет на себя полномочия Бога, то он, соответственно, говорит, я Бог. Я сам решаю. Я сам решаю. И мне никто не нужен. Как сегодня говорят, греха не существует. Да. И дальше, почему Бог отказывается от идеи того, чтобы угостить человека плодом от дерева жизни? Потому что они начнут жить вечно. Жить вечно с такой теологией, как у Евы с Адамом, что они сами все решают. И в таком состоянии. Да, они уже больше не могли. Поэтому они были изданы из Эдемского сада. Потому что если бы у Бога изначально не было планов, чтобы человек жил вечно, он бы сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла и от древа жизни не ешьте. А там нужно было есть от всего. А вот от дерева познания добра и зла есть было нельзя. Но они решили, что можно. Какая странная штука. Вот столько деревьев, а вот именно это одно дерево. И они не обошли. Они подумали, они сказали, а нам все можно. Потому что это прототип. Не судите. Потому что каким судом вы судите, такими вас судить будут. Вот Ева подумала, что это хорошо. А это же было нехорошо. То есть вообще не судите. Лучше не надо. Почему я об этом говорю? Потому что многие люди к этому слову по-разному относятся. Судить? Это вообще не как там кто-то что-то делает. Мы не осуждаем. То есть даже рассуждать для себя и осуждать это в себе ты типа не можешь. Есть рассуждение с осуждением. Но если внимательно вчитаться в Нагорную пробоведь, прям вот внимательно, и дальше просмотреть, как на основании Нагорной пробоведи действует сам Иисус, он осуждает исключительно поступки людей. Он никогда не ценит их самих. Друзья, напишите, что вы думаете по этому поводу. Не оценивает. Мало ли, какие-то реплики нам тоже помогут. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь. Продолжение это очень, безусловно, важная тема. Я напомню то, что ты сказал до этого. Да. Ты сказал, что Тубешват нас приводит к дереву жизни. Да, но пока мы говорим о дереве познания добра и зла, но может быть как-то... Они приходят к этому дереву жизни, вот важно понимать, посредством разных мистических действий. Потом, может быть, еще об этом поговорим. А наша задача другая. Да и вообще не только наша, задача каждого человека. В том числе, будь он заядлый каббалист, вот ему тоже нужно к этому прийти. Значит, о чем речь? На одном из эфиров, кстати говоря, Евгений, я, может быть, месяц назад, мы как раз таки говорили вообще, а зачем, собственно говоря, вот именно два вот эти дерева. Да. Я думаю, что есть ответ в самом начале. Я думаю, что, как говорится, повторение мать учения, можно еще раз напомнить. Смотрите, тут очень интересный принцип заложен. Он заложен с самого начала. Я утверждаю, что просто другого пути даже и не было. Как вот действительно вот эти два дерева поставить и дать выбор. Вот в первой главе написано. А я с третьего даже могу стиха начать. И сказал Бог, да будет свет. И стал свет. То есть это первое слово, да, которое было Богом произнесено. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Было вечер, было утро, день один. Безусловно, конечно же, мы ведем речь также о физическом спектре света. Обо всем физическом спектре света. Но очень примечательно, что дальше вот в продолжении, да, мы читаем, что он поставил светило, которое отделяли свет день от ночи. К чему я пришел? Тут не только говорится о спектре света, но тут говорится о принципе. О принципе разделения. Бог сразу поставил четкую грань. В духовном, в моральном плане, как хотите. Есть свет, а есть тьма. Поэтому, если бы вот эти два дерева не были посреди рая, вот эти бы слова вначале были бы просто пустотой. Бог не может противоречить самому себя. Есть свет, а есть тьма. И вот даже вот через это дерево, через плоды, через познание этих плодов, он нам показывает, где вот эта вот тьма, она закрытая. Кстати, говорю, очень интересный момент, что я читал на иврите, в русском санкарном переводе написано, что Адам спрятался между деревьями рая. А в иврите, если вчитаться, он спрятался посреди дерева в единственном числе. А во второй главе, в восьмом стихе, еще до этого написано, что дерево жизни было как раз-таки в середине рая, посреди рая. То есть, я думаю, я не уверен на сто процентов, но я думаю, что согрешив, Адам от дерева познания добра и зла вместе с Евой захотели вернуться и спрятаться внутри дерева жизни. Но у них ничего не получилось. Потому что хотели своими делами. То же самое сделали наши друзья-каббалисты. Вот посредством этой трапезы, вот этого седера, они хотят вернуться к дереву жизни посредством вот этих трех уровней. Это, знаете, может быть, даже не надо об этом говорить. Это такая математика с геометрией, что просто, ну, лучше туда не касаться. То есть, там есть первый уровень поедания, где твердая оболочка у вот этих вот, у фруктов или сухофруктов. Потом, это первый уровень. Второй, это более мягкое. И третье, когда ты поедаешь сухофрукты, ну, или фрукты вместе, да, целиком. И этим самым ты, ну, как бы воспринимаешь, у тебя есть восприятие полноты возвращения к дереву жизни. Но это их не пусть. И я вот думаю, что вот здесь у нас должно быть очень четкое понимание. И, кстати, просто вот закончив, подытожив, да, во время, в период, когда творение было идеальным, непораженным грехом, мы не видим какие-то законы собирания плодов, как, допустим, вот мы читаем в Левите, да, 19, 23, 24 стих, где нужно посадить дерево, три года плоды считаются необрезанными, и только потом ты приносишь четвертый, как это называется на иврите, четвертый плод или четвертое подношение, после того, как дерево подготовлено после трех лет, ты приносишь, ты уже можешь есть, ты можешь их срывать, и у тебя есть уже, как бы, вот это подношение четвертое, да, на четвертый год. То есть уже другой принцип, потому что деревья и все творение тоже поражены грехом. Дерево нужно подготовить, дерево нужно обработать. Ему, кстати, три года здесь тоже имеет свой символизм. Мы читаем Иосию, где на третий день он воскресит и восставит, да, то есть и мы видим притча Иисуса, когда нужно подождать, нужно дерево обработать, не принесет ли плоды. И вот это вот, это мы, мы должны это понимать, то есть мы должны быть подготовлены для того, чтобы приносить плоды во славу Божию, во славу Царствия, и это только через послушание Богу и только через возврат к этому дереву жизни, посредством Иисуса Христа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова